Чтобы не создавать искусственный ажиотаж и пристановить рост у нас в стране и поставить на паузу желание у некоторых поставщиков заработать сверх, Белорусская универсальная товарная биржа ввела в июле ценовой коридор с фиксированной верхней границей на пиломатериалы. Ограничения касаются торгов для внутреннего рынка. Что это за механизм регулирования? Подробности в нашем следующем сюжете. Ценовой коридор – классический биржевой инструмент. Иными словами, это верхние и нижние ценовые пределы. Одна фиксированная граница не позволяет продавцам завышать суммы сделок, другая препятствует продаже за рубеж по ценам ниже рынка. Инструмент хорошо знаком в нашей стране. Например, до недавнего времени у нас ценовой коридор применялся только в секциях металлопродукции и сельхозпродукции. Металлопродукции, потому что у нас в основном предприятия белорусские закупают металл. И для того, чтобы продавцы не завышали цены, то устанавливается верхняя планка. То есть заявки на продажу по какой-то завышенной цене, они просто не пропускаются в торговую систему. По сельхозпродукции иная ситуация. Там для того, чтобы белорусскую сельхозпродукцию, допустим, молочные продукты не продавали ниже рынка, там применяется ценовой коридор с нижней планкой. Поэтому это способствует тому, что наши экспортеры зарабатывают больше валютной выручки. Регулирование потребовалось и в сегменте пиломатериалов. Цены на древесину стали расти как на дрожжах. Увеличение почти в 4,5 раза бьют рекорды США, Китай и Европа. Значительно изменились цены на внутреннем рынке. Сначала тут все по законам жанра. Подстегнул такой скачок растущий спрос, а затем дефицит. Ценовой коридор на пиломатериалы для сделок исключительно на внутреннем рынке считают на бирже стабилизирует цены и снизит ажиотаж со стороны покупателей. Пиломатериалы, которые у нас реализуются на внутренний рынок, это необязательная товарная позиция. Поэтому доля биржи здесь где-то 20-25%. Сейчас биржа пытается привлекать как можно больше продавцов ресурса, чтобы наполнить торговые сессии, чтобы всем покупателям хватило пиломатериалов. У нас на торговые сессии выставляется ресурс как Министерство лесного хозяйства подведомственных предприятий, так и частных лесопилок. Торговые сессии по реализации пиломатериалов на внутренний рынок биржи проводят каждую неделю. В среднем на продажу выставляется порядка 2000 кубических метров. Количество сделок выросло более чем в три раза. Сейчас у нас за полугодие было заключено около 1700 сделок. И, соответственно, по сумме сделок тоже у нас наблюдается рост. Там чуть больше, там около почти в четыре раза. И в деньгах это 29 миллионов белорусских рублей. В целом в первом полугодии биржа работала с плюсом. Товарооборот вырос на 77% и превысил сумму в 4 миллиарда рублей. Очень динамично росли все наши товарные направления, начиная от лесопродукции, заканчивая промышленными потребительскими товарами. Допустим, если говорить про лесопродукцию, то в денежном выражении рост в два раза произошел. То есть почти два миллиарда белорусских рублей. Причем важно, что рост был не только за счет того, что цены были высокие, но и за счет натуральных показателей. То есть выставлялось больше продукции на торги и больше было количество сделок. Крупнейшая сделка в истории белорусской биржи – почти 9 миллионов долларов. На такую сумму в июне Китай купил у нас пиломатериалы. Для сравнения, за весь 2020-й общий экспорт пиломатериалов в Поднебесную по результатам специальных и обычных торговых сессий составил порядка 13 миллионов долларов. Что будет с ценами на дерево дальше? Экономисты предрекают определенное снижение цен, но до пандемийного уровня ожидать все же не стоит. Вероника Абута, Александр Олешко, Сфера интересов.